В Милане проходит международный форум и дискуссионный клуб на тему циркулярной экономики, механизма успешного восстановления в постковидный период. Организатором довольно авторитетного по составу участников мероприятия стала Европейская экономическая комиссия ООН. В его работе приняла участие делегация ассоциации УСЧАРМСАНУАТ, которая провела ряд презентаций относительно применения экотехнологий в кожевиной промышленности и исполнения требований системы GSP+. Репортаж из Италии. Между Узбекистаном и Европейской экономической комиссией установлено тесное взаимовыгодное сотрудничество по преодолению последствий пандемии в экономике в целом и в частности в сферах торговли и транспорта. Внедрение инноваций в экологически чистые технологии. Этим диалог конструктивного характера не ограничивается. Для дальнейшего расширения спектра контактов проработаны перспективные программы, находящиеся на стадии реализации. Международный форум под эгидой ООН на этот раз стал площадкой для аналитических слушаний, направленных на обеспечение прозрачности и стабильности в кожевиной индустрии с превалированием зеленых технологий. Как известно, Узбекистан эффективно использует возможности льготного режима по выходу на европейский рынок GSP+. В то же время необходимо отвечать предъявленным требованиям и стандартам. Были рассмотрены вопросы привлечения предприятий, входящих в состав Ассоциации УСЧАРМСАНУАТ, к проекту Европейской экономической комиссии Cotton Black Chain. Заметим, что данный проект позволит усовершенствовать все производственные процессы от получения сырья до выработки готовой продукции прозрачно и результативно. В свою очередь, наша делегация представила стратегию развития отрасли, разработанную правительством Узбекистана. У представителей других стран программа по созданию кластеров вызвала очень большой интерес, так как в этой цепочке от сырья до готовой продукции можно будет отследить весь процесс. И еще немаловажную роль на сегодняшний день во всем мире это имеет экологически чистый подход к производству товара. Растущий авторитет республики на международной арене становится той самой отправной точкой в поддержке многих инициатив Ташкента. Представители всех стран-участниц форума поддержали отечественную стратегию постпандемийного развития кожевиной промышленности. Мы с большим интересом следили за недавним предоставлением GSP Plus в Узбекистане, участием вашей страны во всемирной торговой организации. В Европейской экономической комиссии ООН мы действительно верим, что международная торговля является двигателем роста и развития. Мы очень надеемся на сотрудничество с Узбекистаном в различных секторах для расширения возможностей на пути к устойчивому развитию. В ходе форума подчеркивалось, что для полноценного восстановления мировой экономики необходим поиск новых решений и ноу-хау в разрезе каждого государства. К примеру, в Центрально-Азиатском регионе имеется ряд неиспользованных возможностей. В этой связи Узбекистан должен стать активным участником циркулярной экономики, когда зеленые технологии максимально задействованы в производственных процессах. А это станет еще одним стимулом для дальнейшего расширения сотрудничества с европейским континентом. На очередной рабочей сессии международного форума будет рассматриваться предложение нашей делегации по проведению следующего заседания Европейской экономической комиссии в столице Узбекистана.